Но, как всегда, ему помешала война. Да, спустя несколько месяцев начинается Вторая мировая война. Город Львов оказывается захвачен немецкими войсками. Среди описей трофеев и захваченных ценностей, кстати, нет упоминания о саркофаге. В списках военнопленных также не значится фамилия Нефёдова. И возникает вопрос, что произошло с таинственным артефактом, и куда подевался человек, отвечающий за исследование хранения этой реликвии. Про эвакуацию не может быть и речи, Ведь Жуков Георгий Константинович в своих мемуарах сообщает, что впервые бомбы упали на Львов с пяти утра 22 июня 1941 года, и в дальнейшем город ежечасно подвергался авиационным налетам, вплоть до того момента, как 29 июня 1941 года немецкие войска захватили город. В столь напряженной боевой обстановке вывозить грузы особой важности и руководству исследовательского центра было крайне тяжело. Исходя из создавшейся ситуации, можно сделать вывод, что артефакты остались во Львове. Но это, конечно, не факт, мы добавим от себя. Может, вывозили и не под такими вот бомбежками многое из различных мест. Из различных мест, находящихся, можно сказать, при фронтовой зоне. Сами понимаете, ценность вывозимого была бесценна. Организация наследия предков, тут же выдвигают авторы, присвоила молоти факт, картину происходящего восстанавливая по мемуару и фрейтера одного из пехотных подразделений немецкой армии, входивших в состав группировки армии Юг. Карл Шмидт вспоминает, что их подразделение входило в состав штурмовой роты и было наиболее боеспособным во всей дивизии в разгар боевых действий по захвату центра города. Его подразделение получает приказ непосредственно от полковника Баунса вернуться на окраину города и там дожидаться новых распоряжений. Ефрейтер вспоминает, что как только их подразделение было переброшено на занятую окраину города, им были выданы противогазы и он дан приказ зачистить подземные катакомбы, которые перед этим были обработаны газом. Зарином под городом немецким войскам было оказано жестокое сопротивление, несмотря на то, что отравляющие газы были использованы еще несколько раз, сопротивление не удалось сломить. Использование огнеметов и ручных рад было строжайше запрещено командованием, поэтому немецкие войска несли ощутимые потери из воспоминаний рядового Вигельма Бенцлера. Следует, что немецким войскам противостояли хорошо вооруженные и подготовленные отряды НКВД, которые всеми силами старались остановить продвижение противника вглубь катакомб. Особое сопротивление было оказано пехотным немецким соединением вермахта на подземной станции, когда немцы атаковали эшелон, готовящийся к отправке. Вот уже факт того, что, возможно, был там этот артефакт. Но как только подземная станция была отбита у советских солдат, немецкие войска получили приказ остановить наступление и занять оборону. Вильгельм сообщает, что через некоторое время появился высокопоставленный представитель рейх-канцелярии в коричневой партийной форме в сопрождении охраны из солдат СС. Они обследовали вагоны и спустя некоторое время извлекли и понесли на поверхность предмет, напоминающий гроб. Вильгельм уловил едва заметную особенность оккупировки загадочной группы солдат. У всех присутствовали небольшие вещи зеленого цвета, а главный среди них имел перчатки зеленого цвета. Итак, друзья, что же произошло? Ну, вот и тут, как пишет автор статьи, некоторые западные и отечественные исследователи аненербии, оккультных практик третьего рейха, такие как Анаприенко, Бейн, Дежент, Брюсов, Воронин считают, что артефакт попал в руки нацистов, и уже в аненербии продолжались исследования этого таинственного саркофага. К сожалению, дальнейшая судьба этого загадочного предмета неизвестна. Смогли ли так называемые ученые из рейха открыть его, и что было в нем обнаружено навсегда останется, скорее всего, загадкой для нас? Достоверно лишь известно только одно, что саркофаг и титановые пластины существовали. К ним был проявлен необычный интерес со стороны руководителя СССР, что артефакт старались защитить от немецких войск, но уничтожить не осмелились. В то же время командование вермахта, не считаясь потерями, стремится захватить саркофаг, и для его транспортировки приезжает высокопоставленный чиновник. В то же время, почему лабораторию для исследования содержимого саркофага было необходимо строить так близко к границе другого государства, тоже большой вопрос. В общем, вопросов остается очень много, но, возможно, возможно, все-таки теплится маленькая надежда, что в каком-то ближайшем или более отдаленном будущем ответ все-таки, ответы на эти вопросы будет найден. Сами понимаете. Возможно, считаем мы, друзья, что расшифровка цитановых пластин и текстов на них позволила именно таким образом вести себя как советским исследователям, так впоследствии и немецким фашистским исследователям этого артефакта. Уж очень он был важен, и содержание из титановых пластин этого требовало. Вероятно, там одна из величайших тайн нашего мира. Но даже если кто-то уже знает реальные факты этой расшифровки, вряд ли они будут опубликованы. Сами понимаете, вся таинственность вокруг этого артефакта и гроба неизвестного жреца Лемурии, ну пусть будет Лемурии, уже все замешание вокруг Лему об этом полностью свидетельствует и подтверждает важность. Ну, понятна история того, что некогда через Львов в нижней, низинной части протекала река Полтва, которую, вот как писал, например, польская газета в начале 20 века, после окончательного закрытия Полтвы в границах города и проведения канализации под землей возникли таинственные переходы, коридоры и пустоты. Они доступны только для инженеров и работников городской канализационной службы, а также для многочисленных лиц преступного мира. Под землю часто спускаются функционеры полиции, проводя подземные облавы. Ну, еще из истории известно, что во время войны Второй мировой в львовской канализации, как и в системе подземных сведений, много раз спасали свою жизнь сотни людей еврейского происхождения. И часть из них, конечно, там же и погибла, но часть благодаря... Но часть из них, укрывшись в подземьях Илья Хривова, все-таки выжили. К сожалению, нам пока, но мы, может быть, не очень основательно проводили работу, не удалось найти свидетельства вот этого вот массового строительства в подземелье советского периода, до военного. То есть, это, значит, 39-й, 40-й, немного, 41-й год. И, естественно, 70 тысяч человек, работающие, если как мы уже указывали выше, на таких работах, не могли быть незамеченными. И наверняка мещане за ними наблюдали и что-то могли знать. Но, возможно, состав населения после войны во Львове изменился, как и в национальном, скорее всего, отношении и так далее. Поэтому это тайно. Ну и при условии, что органы КГБ естественно тоже держали это в секрете и не позволяли особо ни поискам, ни распространению слухов после 45-го года. потому нам мало что известно и, к сожалению, ничего мы найти более подробно о подземельях и о Вове не могли. Кроме всевозможных сказочных описаний о средневековье, о духах, о возможных там происшествиях и 5-е, 10-е, которые, в общем-то, по существу к нашему рассказыванию не имеют никакого отношения не имеют Естественно, учитывая, что во Львове было много немецких шпионов, они, а может даже и среди некоторых членов НКВД, то есть завербованных или явно и активно сотрудничающих по каким-то своим идеологическим причинам, возможно, все было известно и немцы были очень информированы о происходившем в подземельях Львова. Об этом же и говорит то, каким образом они вели там наступательные действия с осторожностью и всепоязнью повредить таинственный артефакт. И еще раз заключение два слова о событии вокруг находки в Средиземном море и последующие перепития его судьбы в 19-20 веке подтверждают существование таинственной земли в южном полушарии под названием общепринятом Лимурии, а также то, что немцы активно в Антарктиде основывали так называемую новую швабию и все, что в этом связано, мы много чего рассказываем, вполне позволяет нам объединить не только Антарктиду, но и Лимурию в одно таинственное пятно в истории человечества. Бедлое пятно, которое до сих пор не расшифровано и всех тайм мы не знаем и не изучили. По существу парадигма существования Лимурии была ли она на юге Индийского океана или Тихом океане, но наверняка все привязывается к современной Антарктиде и земли объединенные, объединенная земля, существовавшая тогда никогда, возможно, не так уж и давно, не миллионы, миллионы лет тому, а тысячи существовавшая земля и являлась той исчезнущей таинственной Лемурией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok